Так мне обидно. Я бегом всегда, я в больницу не обращался никогда. А три года назад пришлось замедлиться. От осознания ситуации, слезы и отчаяния, Зоя Колоколова перенесла инсульт. Спасение искала у разных специалистов. Почти в один голос они твердили. Панацея, ходунки и таблетки. Жизнь показала, этого ничтожно мало, чтобы самостоятельно сделать шаг. Нужна действенная реабилитация. С ней помог Алексей Салихов. И уже на третье занятие Зоя Порфирьевна на пару минут отпустила ходунки. Обрадовались, когда первый шаг сделали самостоятельно? Заплакала. Заплакала. Просила матушку Матрёна, матушка Ксения, помогите в ресторан, помогите. Так хочу шагать, не могу. Сейчас Зоя Колоколова сама может дойти до кухни, помыть посуду, заварить чай. Интервал между занятиями – один день. Такой прогресс родные увидели буквально за неделю. Наша задача – восстановить вот это движение, сгибание в колени. Каким образом? Ну, я поступаю примерно по следующему алгоритму. То есть я даю сопротивление. Давайте, тяните со всей силы. То есть здесь без движения она включает всю мышечную цепочку. Сгибаем, сгибаем. Чтобы она поняла, какое движение мы делаем за неё, то есть пассивное. И уже потом женщина может самостоятельно согнуть ногу. Чтобы терапия работала, важно составить её с учётом особенностей здоровья подопечного. Так Алексей Салихов помог не одному десятку ульяновцев, включая тех, кто уже не надеялся на счастливый финал. То есть, как мы видим, человек уже ходит самостоятельно. Со страховкой, потому что присутствует страх, конечно, потому что долго находилась в лежачем положении. Об этих минутах ещё полгода назад Галина Лавриненко не могла даже мечтать. 23 декабря 2021 года жизнь разделилась на до и после. Инсульт. Женщина попала в реанимацию. Смерть удалось победить. Но какой ценой? Галина Анатольевна осталась прикована к постели. Когда до меня дошло всё это, что это такое и чем это чревато, мне даже жить не хотелось. Была одна мысль, не хочу жить, зачем так жить? Левая сторона вообще не работает. Врачи лишь разводили руками. Казалось, что надежды нет. В феврале произошло чудо. Именно так Галина описывает встречу с инструктором-реабилитологом Алексеем. Благодаря его методам женщина буквально научилась ходить заново. Усердно, превозмогая боль, делала упражнения, выполняла домашние задания. Вот этот тренажёр позволяет применять нашу методику практически у тех людей, которые просто элементарно двигаться не могут. На кадрах показан макет. Сам тренажёр, его функции – заслуга Алексея Салихова. В планах получить патент на изобретение. Оно, в свою очередь, позволяет начать реабилитацию сразу после инсульта. Я чувствую в себе силы. Я чувствую самое большое моё личное достижение, что я поборола страх. Я очень такая, ну, как работоспособная. Мне везде нужно, всё нужно. Мне нужно быстренько накрыть стол. Мне нужно быстренько сделать то, сделать это. А сейчас я лежу, я вот наблюдаю, как всё это делает мой супруг. Я прям, конечно, это не могу. Мне так и хочется встать и побежать, и сделать что-то. Поэтому я думаю, что я всё это буду делать сама. И, наконец-то, сменю супруга. Реабилитолог может изменить жизнь не только тех, кто столкнулся с инсультом. Тяжёлые травмы, врождённые дефекты. Есть оздоровительный фитнес, следующее направление. Что это такое? Когда мы человека восстанавливаем, мы переводим его на оздоровительный фитнес, где он учится поддерживать себя в последующем. То есть, если хотите, это профилактика. Найти реабилитолога можно в его группах и на личных страницах в соцсетях. Александра Никитина, Герман Баранов и Геннадий Бухтояров. Управда ТВ.